Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 18 июля 2017 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных 17-й день месяца, получение даров природы 7525-го лета, День земли святой расы, это для тех, напоминаю, кто по этому календару отмечает праздники, информационная война, манипуляция сознанием. Это тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Фиденко Леонид Григорьевич. Итак, пришло время задавать вопросы, которые в чате Народного славянского радио появлялись во время эфира и на канале Ютуба Народного славянского радио. А помимо вопросов ещё и реплики. Есть, конечно, они по смыслу к месту. Первый вопрос пришёл от Виталия Микерова из Ютуба. Как ослабить эту войну, чтобы наступил мир? Прослушал, я не нашёл ещё, прослушал, как автора зовут. Вопрос. Виталий Микеров. Виталий. Не нашёл, ладно. Как, ещё раз повторить, пожалуйста, вопрос. Как ослабить эту войну, чтобы наступил мир? Ну, у нас же информационная война. Ну, да. Ну, во-первых, информационная война ведётся на протяжении тысячелетий. Я вначале начал говорить, да, что, вот, считают современные исследователи этого вопроса, что появляются, так сказать, информационные войны только в конце, в середине, вернее, XX века. А война идёт давным-давно. Поэтому войну нельзя ослабить. Войну надо выигрывать. То есть, мы сейчас реально находимся, что на нашей планете сформирована паразитическая система. А нам надо вернуться к ведическому, к ведизму. А для этого нужно не революции, не бунты, а нужно просветление знанием. То есть, во многих, ну, так сказать, я смотрел в интернете, многие ресурсы просматриваю, там люди пытаются найти ответ на этот вопрос, как же. А выход простой. Чтобы, так сказать, победить паразитическую систему, изменить её, нужно, чтобы каждый человек на своём месте стал думать по-иному, жить по-иному. Вести себя по-иному. И тогда всё начнёт меняться. Кстати, эти процессы уже начались и идут. И надо учиться видеть эти процессы. К сожалению, многие не видят, что реально меняется. А вы можете видеть даже изменения этих процессов по политической жизни, в частности, допустим, в нашей стране, в соседних. Вот сегодня прошла информация такого плана, что руководитель Донецкой Народной Республики выступил с тем, что процессы на Украине зашли в тупик. Минские соглашения не работают. И решить проблему можно лишь путём, каким? Создание Малороссии. Украина недееспособна. Там пошли процессы дезинтеграции государства, так называемая элита украинская. И, если называть вещи своими именами, фашистское правительство не в состоянии решить проблему. Вот предлагается решение вопросов какой? Там конституционное, значит, принятие меморандума, потом, значит, как в Крыму, я так понимаю, референдум и решение вопроса. То есть люди живут в реальной войне. В Новороссии живёт в войне. Там каждый день стреляют, гибнут люди, раненые, разрушаются дома. Вот, видите, процессы идут. И процесс предложения-то, видите, какого плана? Не пойдём, значит, на Киев с пушками и танками, а другого плана. Вот так бы я ответил. Мне всегда очень не нравится, когда на Росславском Раде затрагиваются политические темы, тем более упоминаются какие-то такие громкие названия. Вот, поэтому я просто предлагаю всем понимать, что нас слушают во всём славянском мире. И когда мы говорим какие-то слова, то надо понимать, как они могут отозваться на одной и другой стороне, и это может повлечь разъединение. Поэтому я понимаю, о чём идёт речь. Ссылка была здесь названа, что это не слова Леонида Григорьевича, это так статья опубликованная, и такие слова в ней. Ну, просто хотелось бы поменьше политики. Да, совершенно верно. Это не моё мнение, я просто привёл пример. Я сказал, что надо видеть процессы, какие идут. И вот я привёл пример статьи, что предлагают, так сказать. То есть уже там же тоже у людей меняется менталитет. Понимаете? А ведь кругом очень часто мы видим призывы браться за оружие, давайте восстание и так далее. Всегда на такие призывы я отвечаю. Друзья, а чья будет литься кровь? Да. Чья будет литься кровь? Опять же, братьев, сестёр будет литься кровь. Вас начинают сравнивать между собой, и вам дают в руки автоматы, дубинки, оружие, гранаты. Что хотите, вам дадут, по вашему усмотрению. Но будет литься ваша кровь. А те, кто вам это даёт, будут получать из этой крови очень звонкие монетки. И будут становиться ещё богаче. Вот об этом надо помнить. И вместо разъединения надо объединяться и единиться. Вот это самое главное. Потому что задача, надо понимать так, какая задача у врагов. Если враг замыслил нас разъединить, необходимо действовать противоположно его задаче, единяние проводить в этот мир, объединяться. Если же вы будете следовать его задачи, то в этом случае вы будете играть по его правилам, лить воду на его мельницу. Идём дальше. Вопрос эфира от Солнца. Леонид Григорьевич, здравия. Скажите, пожалуйста, как человек может получать знания из окружающего пространства или эфира, или ноосферы? Кто как называет? И могут ли такие знания использоваться на практике? Благодарю. Ну, что я могу ответить? Я, например, не умею ни получать знания ни из ноосферы, ни… так сказать… Вообще знания, понимаете, никто никому не передаёт. Вот если говорить об информационной войне, то ведь у наших предков была защита информации трёхуровневая. Если вы помните, мы говорили о том, что были руны у славян. Правильно? Руническое письмо. А что такое руны? Руны – это пассивные голографические матрицы. И имеют три уровня. И те люди, которые знают, умеют читать руны, они говорят, что там вот есть одна черта, две черты. То есть наши предки прекрасно… То есть уровень цивилизации был… Ну просто… Мы себе не можем представить, какой высочайший уровень цивилизации. И прекрасно понимали. А войны с тёмными силами в космосе шли практически постоянно, потому что социальные паразиты космоса одолевали. И мы об этом и говорили, что поэтому на Мидгард-Земле затеяли тот эксперимент. Так вот, наши предки понимали, что знания – это оружие. И просто так знания никому не давали. И даже у волхвов, в ведах об этом написано, существовало несколько каст волхов с разного посвящения. И об этом в ведах написано. То есть информация – это оружие. А как же получить знания? Знания надо… Я уже говорил в самом начале. Знания – это информация. Я не знаю, присутствовал или не присутствовал тот, кто задал вопрос в начале передачи. Дело в том, что я же сказал, что я в 2009 году, когда узнал знания или вошел, то первое, мне понравилась его формулировка, что знания – это есть не что иное, как осмысленная и понятая нами информация, которую мы получили через органы чувств о происходящем вокруг и внутри нас. А какие у нас органы чувств? Зрение, слух, обоняние, осязание. Обоняние, осязание тактильное, да, и вкусовые ощущения. Такие рецепторы у нас есть, наши рецепторы, через них мы получаем информацию. А внутри нас, в нашем состоянии организма, что внутри мы чувствуем, и об окружающей. Вот, анализируя эту информацию и осмысливая, и попытаясь понять ее правильно, вот эта информация превращается в знание. вот, к сожалению, я повторюсь, что наша современная земная цивилизация накупила огромный объем информации, которая вокруг, да, внутри нас. И назвала это знанием, и говорит, что, а вот знания все растут и растут, и современный человек никак не может уже переварить. Простой пример приведу. грамотно считается не тот человек, который, так сказать, как у нас считается, вот, он знает, на любой ответ может ответить вопрос сразу сходу. Не нужно все знать, да и невозможно, хотя стараться надо к этому, чтобы побольше знать, но все знать невозможно. Надо уметь работать с этими, с учебниками, с литературой. То есть, если вы чего-то не знаете, то вы скажите, я этого не знаю, не стыдитесь этого, скажите, ну я готов ответить в полемихе, допустим, с кем-то на ваш вопрос, мне надо, допустим, подготовиться. Для этого нужно просто знать, где найти нужную информацию, в какой книге или на каком-то интернет-ресурсе прочитать эту информацию, разобраться в ней и дать уже с точки зрения полученных осмыслений вашего, уже конкретных знаний, дать свой ответ. Вот так и происходит. Они в розетку не подключатся никуда, ни в абсолют, два пальца не воткнешь и не получат их знаний, так если иронизировать. Такой ответ. я думаю, что всё-таки знания из окружающего пространства можно и нужно получать. Не всегда они приходят в виде каких-то выжженных в воздухе буквок, которые огнём пылают. Иногда знания приходят через какого-то человека, который вдруг неожиданно перед вами появился, через какое-то явление, через какую-то книгу, фильм и так далее. Вот это самый распространённый метод выдачи знаний из пространства. Вы задаёте себе вопрос и через какое-то время, если этот вопрос цельный, если этот вопрос необходимый, если он правильно задан, то в этом случае вы получите обязательно на него ответ. И не обязательно, что это какой-то голос раздастся в голове. А по поводу того, вторая часть, могут ли такие знания использоваться на практике, слово «знание» означает «принятое», и слово «нять» присутствует, «знать», «нять» — это то, что стало вашим. И если это не стало вашим, тогда, естественно, на практике это не применится. Но если мы говорим про «знание», и там есть слово «нять», это уже принятое, и само собой это уже может применяться на практике. Поэтому немножко я не понял сути второй части вопроса, потому что слово «знание» подразумевает, что его необходимо и можно применять на практике. Идём дальше. Это сразу отвечающее на ваш вопрос. Да, я бы тут мог бы хоть что-то добавить, я единственное забыл из моей практики. Я, конечно, не подключался ни к социуму, ни к наосфере, никуда, но вот в моей, так сказать, молодости, будучи инженером, я помню, работаем. Вот как раз то, что мы сегодня говорили в начале разговора, обсуждая артефакт про топологию интегральных микросхем, вот мне нужно было как раз я чертил топологию рест-триггера. Есть такое устройство вычислительной техники, и там нужно было одно плечо от триггера, и второе, они должны быть симметричными. И вот это в конструкцию нужно было сделать. И вот не получалось, не получалось, мой руководитель подходил, как, да вот бьюсь, бьюсь, никак не получается, но чуть-чуть осталось. И вот однажды, поскольку я все время думал, думал об этом, однажды ночью пришло во сне, я прибежал на работу, значит, мне стали задавать вопросы, отстаньте, отстаньте, сейчас пока начертил, и все. И получилось, подошел руководитель, сказал, да, сейчас отлично, полностью симметричный. Ну, если вы считаете, что я где-то из ноосферы получил информацию, то я думаю, здесь процесс немножко другой, здесь надо поговорить с точки зрения знаний Левашова, как формируется в нашем головном мозге, а точнее на других уровнях, значит, определенные идут процессы, как формируются образы. Но это говорить над этим долго, надо сначала вам изучить сущности разума. Хорошо. Я не знаю, откуда получать это из ноосферы, или это мозг так все сформулировал и выдал, когда был в расслабленном состоянии, ничего не мешало ему. Но так или иначе это все приходит, и когда появляются вдруг какие-то люди после заданного вопроса и начинают об этом говорить, вот это более удивительно. Во сне человек сам собой мыслит, сам собой размышляет, задана программа, и его мозг продолжает работать, ему никто не мешает, и он получает что-то. Не важно откуда, из рода, из ноосферы, или из своих каких-то ресурсов. А вот когда другой человек вдруг не с того не себя приходит, и вот такое было мне неоднократно вернее, и просто начинает говорить на ту тему, которую я задал вопрос в пространство, себе задал вопрос в пространство. И я подтянул этого человека, пространство выдало его, встало передо мной, и мне раскрыло эту тему так, как он увидел. И в этом раскрытии оказалось очень много правды, которое потом надо было просто разложить по полочкам, и всё нормально становилось. Так что здесь и человеческий фактор, здесь и пространственная связь, и наша родовая, они помогают всегда тем, кто желает что-либо сделать на пользу наших родов, а не просто так ради какой-то «хочушечки». Ну вот. А ещё на ваш вопрос отвечу, слышал ли человек, или не слышал, самоначал. Отвечу сразу «слышал». И этот человек у нас в чате находится, он сбрасывает самоначалок нам вопросы. Сразу пришла реплика, пришла реплика от Вестника Богов. «Не запрещай говорить своё мнение, Алексей, политика — это часть нашей жизни и переводится как государственная деятельность». Да и какие братья? Правый сектор братья, прозападные Укра-бандеровцы, кто Донбасс бомбит братья? Значит, Вестник Богов, дорогой мой, скажи мне, пожалуйста, что все вот эти миллионы живущих людей на Украине, они входят в правый сектор, а все они бомбят Донбасс? Все они бандеровцы? Я думаю, что не все. А если внимательно изучить, то в этом случае количество тех, кто бомбит Донбасс и стреляет без основания, просто потому что платят, ну основанием надеваются деньги, то я думаю, будет очень-очень небольшое количество. Я же говорю не про тех, кто убийцы, я говорю про тех, кто или обманут, и потому делают что-то неправильное, или те, которые живут просто в нашей братской стране и которые такие же люди, как и мы. И если ты считаешь, что все там такие, и все в правом секторе, и все убийцы, и только думают, как бы только бежать и москаляку на еляку, вот я тебя сочувствую. Я вижу там много очень хороших и добрых людей, которых в подавляющем большинстве больше, нежели тем, кто просто из-за отмороженности мозга или из-за гадости в своей душе за деньги убивает других людей. Обманутые, да, есть, но всех одной меры нельзя мерить. Нельзя. Так, идем дальше. Вопрос от Солнца. Олег Григорьевич, а кто именно скрывает знания о мироустройстве? Может быть, люди просто сами ничего не хотят знать? Например, лень их обуяла или еще что? Благодарю. Ну, бывает такое, что лень обуяла, и человек не интересуется. Есть люди, которые, когда если им что-то рассказываешь, он говорит, да мне это неинтересно. Ну, это и таков его уровень развития. И насильно никому вы ничего не заставите. Это ваш жизненный опыт вам покажет, что люди разные бывают. А на самом деле, ведь на планете нет всех одинаковых, и во всех, и вообще в цивилизациях нет одинаковых людей. Все люди разные. Об этом давным-давно известно. И у всех разный уровень развития. Поэтому заставить кого-то, значит, что-то изучать, это должно быть его потребностью. То есть ему можно только объяснить, подсказать что-то, но заставить бесполезно. А что скрывают, так я приводил примеры, каким образом скрывают. Уничтожают, привел пример же, уничтожают артефакт, сколько библиотек сгорело. Уничтожили знания, и сейчас сгорят библиотеки периодически, мы об этом тоже говорили на передачах. Вот так уничтожают знания. Поэтому это не секрет. Вот такой ответ. Хорошо, вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Леонид Григорьевич. Известно, что есть реальность, это то, что человек верит и воспроизводит из своих знаний и ощущений. Отражение альность и есть действительность. Это то, что на самом деле существует. Отсюда вопрос. Известна ли вам методика развития способности человека или технические средства для проявления в создании человека той самой действительности? Благодарю. Я, честно говоря, первый раз сталкиваюсь с таким взглядом на действительность, на реальность. Поэтому я даже не совсем понял ваш вопрос, честно говоря. Какие методики, известны ли как там, еще раз, известны ли мне методики и… Известно так, сразу с вопроса, да? Известна ли вам методика развития способности человека или технические средства для проявления в сознании человека той самой действительности? Благодарю. методики. Понятно. То есть, ну, методики я не знаю, так сказать. Я методиками, честно говоря, никогда не увлекался ни практиками, ни методиками. Поэтому это вот мой такой жизненный опыт. Единственное, что вот я могу сказать, какая работала у меня методика, я очень-очень-очень-очень-очень-очень много читал. Всё детство, я сколько себя вспоминаю, я и, так сказать, дальше, в дальнейшем я, так сказать, в библиотеках. Я когда приходил, я прихожу к людям, с которыми мы знакомились, и первое, что меня всегда у людей интересует, это если… Там есть, так сказать, библиотека личная, если большая, то всё мне, так сказать, этот человек интересен. Вот поэтому все методики, они ничто, я считаю. Нужно, так сказать, ведь человек интересуется чем-то, да, он ищет. И, значит, нужно стараться искать, значит, и уметь находить правильные и читать правильные книги. Потому что в современном мире столько макулатуры издаётся, что, значит, найти сейчас, значит, правильную книжку, по крайней мере, по магазинам ходить, это большая проблема. Иногда по магазинам ходить на самом деле большая проблема. Эта проблема может вызвана несколькими факторами. Первый, там очень много дряни, и смотреть на эту дрянь не очень хочется. А второе, иногда, когда попадаешь на какую-то интересную вещь, книгу или что-то ещё, то может не хватить денег. В этом случае походы в магазин бывают несколько или утомительные, или переживательные. Да что ж такое? Кстати, это инструмент, правильно, если вы поделитесь, инструмент инновационной войны. То есть, книги недоступны. Я вам просто приведу примеры своего детства. Значит, это ещё началось в советские времена, значит, детство моё в начале 50-х годов проходило. Книжки детские были доступны, стоили 5-10 копеек, были 3 копейки, значит, дорогие 20, тоники. Это ещё было, пошло, так сказать, после времена Сталина, значит, взяли, так сказать, инициативу бывшего, ранее бывшего российского предпринимателя, издателя Сытина. Вот он сдавал книжки, копейки, там, дешёвые книжки. Сейчас, на самом деле, Алексей правильно подметил, что это информационная война идёт, книги очень дорогие. Идём дальше. Александр, реплика из Ютуба. Вообще, гость правильную вещь упомянул. По Библии первые люди, Адам, Лилит и Ева, были евреи. Откуда тогда остальные появились? Так в чём-то вопрос. Откуда появились остальные? Это я процитировал этого Джордана Бруна. Он правильно сказал, что, значит, евреи это народ, это представители серой подрасы. Как образовалась серая подраса? Это смешение белой расы с чёрной. И серая подраса, она характеризует преимущество признаков белой расы, большинство, и с небольшим примесью чёрной расы. А до этого откуда пошло? Изгои из белой расы славян, они пошли в Дравидию ещё раньше наших предков, так сказать, чем когда те пошли в первый, во второй Дравидский поход. И они, так сказать, туда дальше. И там началось естественное смешение. Были изгои мужчины и женщины, разные были. Были, так сказать, преступники, которых изгоняли из родов, а были те, которые имели амбиции и уходили добровольно, имея какие-то планы, что якобы они неоценённые были в родах. И они тоже смешивались. Женщин, видимо, мало было, поэтому было смешение. а официальные еврейские исследователи сами говорят, что евреям 7 тысяч лет. Ну, представьте, а мы 650 тысяч лет назад подмолки. вообще календарик там поменьше, чем 7 тысяч лет у них. 5600. Ну, вот так. Их, и следует называть 7 тысяч. Но 7600, 500 тысяч, не сопоставимые вещи, понимаете? Поэтому я уже говорил на эту тему, что многие, это, кстати, символы, знаки наши были приватизированы ими. То, что называется звезда Давида, это фактически пример, как пример. Это миры, значит, два треугольника, да? Один вложенный, один и второй. Один треугольник, который вершиной кверху направлен, он символизирует или означает по-русски, если говорить, означает миры, значит, Яви и Нави. А треугольник, который вершиной вниз расположен, символизирует мир прави. Все вместе это называется гипсограмма по, значит, по-ихнему, а по-нашему звезда Велеса. Да, звезда Давида. Нет, по-нашему звезда Велеса, по-нашему звезда Давида. Да, у них там звезда Давида, они же все, понимаете, захватывается чужое, ну, где можно свое изобрести, когда полно, мы уже говорили, все уже давно изобретено, да, все давно изобретено. Использовалось просто все. Да, здесь надо отметить, что как раз Велес, это бог мудрости, который мог входить во все миры, и пекельные миры, и высшие миры, и быть проводником между этими мирами, и соединителем этих миров, поэтому там как раз это проявление земного, пекельного, высшего, они вместе объединены, и это так называемая звезда Велеса, она давным-давно применялась, и ее изображение есть задолго до, на бытовых предметах, задолго до того, как появился и календарик вот этот, 5700 какой-то год, и задолго до того, как, как вы правильно сказали, еврейские ученые сказали, что около 7000 лет евреям, она есть на памятниках архитектуры, памятниках какой-то культуры, которая из раскопок находится, достается на каких-то бытовых предметах, которым и 20 тысяч лет, и побольше, кто-то говорит, и 40 тысяч лет, так что все это было задолго, задолго, но сейчас принято, что это вот якобы их символ. Ну что ж, вот, а по поводу того вопроса, реплики из Ютуба, что были евреи, Адам, Лилит и Ева, здесь затрагивается не просто библейский формат, затрагиваются еще другие какие-то писания, вот где Лилит упоминается, это тайная книга Иоанна, это уже закрытые какие-то учебники, которые просто так не разглашаются, там Лилит и Адам существовали, потом их разделили и потом уже из Адама сделали, из ребра Адама сделали Еву. Там все это рассказывается, да, подробно, но ведь там же еще говорится о том, что тот, кто создавал Адама или Лилит, он создавал это по образам других человеков, которых он видел в Гипербореи. Это очень интересно, значит, были уже люди, которые только он создавал и принимал их облик, кстати, один из тех, кто приходил к Еве, не Лилит, а к Еве, это как раз был Саваов, ну или Шмайл, нет, Шмайл, прошу прощения, не Саваов Шмайль, и он принимал как раз внешность интересного гиперборейского юноша, понимаете, да, то есть гиперборея существовала, но опять же, не наше слово, но употребляется оно, существовало, и там жили красивые, такие, замечательные люди, образ которой принимали вот эти вот существа, и по ним они, как по лекалу, создавали внешний вид, ну а что из этого получилось дальше, я уже не буду объяснять, многим станет всё понятно, идём дальше, Александр из Ютуба, не Пётр Ле Первый ввёл слово русские, два С, нет, Пётр Первый не вводил слово русские, дело в том, что я рекомендую, значит, про Петра Первого, есть сайт, автор Байда, значит, и там, значит, очень он много накопал по поводу, значит, Петра Первого, так сказать, что Петра Первого подменили, понимаете, и он накопал доказательно, и вот я рекомендую почитать всем, кто не знает об этом, потому что реальный Пётр Первый, который уехал, значит, за границу с посольством, он так и не вернулся, а приехал совершенно другой, и, ну, тут можно на эту тему очень долго говорить, но просто приду простые примеры, Пётр Первый очень любил свою жену, а приезжает, значит, и с ней не видится из посольства, значит, кто ездил с ним в посольство, практически все резко померли, остался лишь один Меньшиков, значит, Пётр Первый приезжает из посольства и вводит, значит, все западные обычаи, начинает там стричборды, кафтаны и прочее, прочее, как на Западе, вдруг стал, значит, был русским человеком, любился русско, а тут тебе резко перекрасился, стал с западником, ну и куча-куча других фактов, поэтому вот есть такой сайт, рекомендую почитать, и он же, Пётр Первый, его очень великое было, значит, деяние, великий, он для меня великий в кавычках, что он тогда в 1700 году вводит новое летосчисление, мы об этом говорили, я могу повторить еще раз, то есть он, у нас же был календарь, и, значит, на то время, сейчас, как сейчас, шло лето, сейчас 7525, да, будет во время осеннего равноденства 726 наступит, то есть он вводит 1700 год, а шел, если я не ошибаюсь, 1700, это 7208, по-моему, лет было, вот, может, я ошибаюсь, там можно посчитать, точно почитать, и что делал Петр Первый этим самым, он благое дело, вроде вводит, календарь, если бы не было у нас календаря, тогда благое дело, а если у нас существует календарь, и этому календарю 7000 с лишним лет, какое благое дело, он просто-напросто одним мгновением, рочетом пера, указом, убрал у нас 5000 лет из прошлого, вот так, и после того, как еще переписали истории, вот мы и стали такими дикими с 1150-летней историей или прошлым, какой ответ? Сначала мы предстали дикими, а потом уже стали этому следовать и стали дикими, сейчас, если мы вот посмотрим на людей, мы такие дикие-дикие, я больше прошу вопросов не сбрасывать, потому что время осталось мало, мы можем себе не успеть озвучить, по поводу Петра Первого, да, я согласен, ну, во-первых, и он другой фигуры приехал из Великого посольства, был молодой человек, приехал уже пожилой, был широкоплечий, стал узкоплечий, до этого у него не был роденький, а тут появилась роденькая носа, занимался он обработкой дерева как столер, а тут стал, столярство вообще не умел делать, но при этом токарное дело знал хорошо, абордажем не владел, а приехал уже владеет абордажем, признаки болезни, которая была южнее намного, лихорадки и так далее, и тому подобное, я перестал любить почему-то всё русское, плохо разговаривал по-русски, не знал никаких писаний, ни древних, ни христианских того времени, в общем, полная-полная подмена, все, кто его встречал, вдруг оказались или убиты, или в монастырях, и его соратники, которые знали его в лицо, они тоже, не только те, которые с ними ездили, а и те, которые оставались, они тоже вдруг ни с того, ни с сего померли, или были убиты странные обстоятельства, то есть, здесь очень-очень много, поэтому, да, посмотрите, есть и фильмы даже снятые, и писания, исследования, и фотографии все, но те, кто увидел в Эрмитаже выставка, была очень интересная, там комзольчик такой представляется, вот это, я как раз, первое, что когда в Питер приехал, увидел, и был в шоке, что такой худенький, ну, по фильмам всё широкоплечий, да, а тут 48-го размера, высокого роста, ну да, задница широкая, а тут русские, да, а до этого он уезжал, он был широкоплечий, настоящий русский мужчина, который любил русское платье, любил русские избы, а когда вернулся, он всё русское отверг, стал одевать обтягивающие одежды, то есть, задница на показ у мужчин, вот, вино, до этого он не пил вина, всякие алкогольные изделия, дурманищи стали употребляться, причём навязанно, они стали употребляться, и он не мог жить в избах, а до этого Пётр жил в избах русских, дворцы стали строиться на иностранной манере, ну ладно, идём дальше, очень много там указаний, вопрос в эфир от Лена Григорьевича, у меня много вопросов по работам Николая Викторовича Левашова, чем больше их читаешь, тем страшнее становится, можно ли с вами связаться и задать их вам лично? Ну, я не понимаю, почему страшнее, это во-первых, а по поводу связаться, ну, я лично, так сказать, консультации не провожу, я вот часто выступаю, пишите вопросы, задавайте, я с удовольствием отвечу, что знаю, скажу, и будет польза не только вам, и другим. Понятно, ну вообще пора уже делать, наверное, лекции какие-то, открытые, чтобы зрители присутствовали. Ну ладно, идем дальше. Александр Вафир, благодарю за лекцию, мне не дают покоя, видео семилетней давности, о летающей пирамиде над Кремлем. Ее видели и снимали на камеры разные люди в течение всего дня и ночи. Что это было? Нагнетание мистики на население, создав голограмму, или наш царек, в кавычках, вызвал темные силы? Ну, дело в том, что ответил на этот вопрос Николай Левашов, что это прилетали хозяева темных для консультаций. Ну, причем назвали тот ирах темных, я запамятовал, как его, что ли, долгоживущий. Да не важно, главное, что это. Короче, долгоживущий перестал быть. Понятно, да? Понятно, да. Вот такой ответ. Ну, есть еще интересная такая версия, очень интересная. Одновременно, такие пирамидки, так называемые, появились в разных местах Земли, в разных вот этих вот полюсах, где управление, мегаполюсах, центрах управления. Вот. И если внимательно посмотреть на видео, то в этом случае очень интересная такая версия возникает, что вот эти вот как раз летающие пирамидки очень были сильно похожи на подвязанные к веревочке вот такие вот надувные шарики в форме пирамидки перевернуты. Почему? Потому что там явно, когда я смотрел, и там была разборка, они двигались по ветру, наклоняясь, как будто бы вот цветочек наклоняется. То есть ветер для таких пирамид был бы не страшен. Ну, во-первых, не было сильного ветра. Вот. И они крутились и наклонялись, как будто привязаны. И вот такие несколько моментов там явно даже в московской съёмке они видны. Вот. Если просто всё списывать на какого-то там дядьку, который потерял бессмертие, ну, можно списывать. Если какой-то знак, тоже можно. Если это просто было какое-то шоу или нужно было кого-то что-то отвлечь, надо просто просматривать, а что в тот момент творилось на Земле. Может быть, просто от чего-то кого-то отвлекали. В общем, версий много. Я думаю, что здесь каждая версия имеет право быть. Идём дальше. Александр Вафир. Благодарю за лекцию. А, это уже было. Дальше. Рот на рот из Ютуба. А как пробуждать людей, если они не хотят просыпаться? Бесполезно пробуждать, если человек не хочет. Как силы не заставишь, я уже отвечал на этот вопрос. Есть люди, которые не хотят. Ну, значит, тут такой у него уровень развития. Значит, тут уже личное, должно быть личное желание, сила воли, меняться. Ну, если нет этих качеств, то насильно вбить в голову с помощью ремня или какого-то другого орудия ничего не сможете. Да, это не наш метод, согласен. Как-то в передаче уже отвечали на эти вопросы. Там еще такой, достаточно, на мой взгляд, интересный ответ был о том, что тот, кто проснулся, ведающий человек, он всегда мудрее того, кто еще не проснулся и не понимает, что необходимо делать. Но есть такая поговорка «развлекай, увлекай, увлекай и направляй». Вот если мы просто говорим о том, что невозможно каким-то образом взаимодействовать, то мы этих людей оставляем на самое вот такое существование или под управлением кого-либо. И от этого пользы особо ни нам, ни им не будет. Если мы возьмем в руки ремень, как сказали, Григорьевич, и начнем кого-то дубасить или дубины гнать в светлое будущее, то же ничего хорошего не будет. Но есть такое «развлекай, увлекай, увлекай, направляй». Вот это вот наш метод. И тот, который уже проснулся, человек ведущий, он всегда сможет придумать какие-либо затеи в виде эфемерных снов, более красивых картинок, но на нашу же тему, чтобы человек, который спит, каким-то образом по добру воздействовать, не нарушая свободы выбора, свободы воли, показывая ему какие-то картинки, ведь наши недруги картинки показывают, иллюзию. Почему бы не переходить ситуацию и на этапе, когда он спит, не начать показывать правильные картинки? Человеку захочется проснуться, это всё сделать в мире явия. Это тоже уже пройдено было неоднократно. Так что не вешайте носы, не опускайте рук, всё зависит от вас. Ваша мудрость вам в помощь. Идем дальше. Добавлю, Алексей Сигонов, что я-то воспринял этот вопрос как крайнюю стадию, что человек не хочет, и всё. А в принципе, Алексей прав, конечно. Надо найти у человека такую слабую, как говорится, мозольку, и надавить на неё. То есть заинтересовать его, чтобы ему было интересно. Это и шанс человек задумается. А я-то отвечал на крайний случай, когда человек не хочет патологии, что-то... Да, ну понятно, что если человек вообще ничего не хочет... Конечно, да. Надо найти именно, чтобы заинтересовать человека. Так подать информацию, чтобы ему было интересно. Идем дальше. Вопрос эфира от Владимира Заматича. Леонид Григорьевич, поскольку личная гигиена тела избавляет человека от подавляющего числа заболеваний тела, значит информационная гигиена избавит человека от, так сказать, головного поноса. Это так или нет? Ну, я же сказал, что надо читать правильные книги. Правильно, это вот и будет информационная гигиена, потому что и раньше, и сейчас очень много макулатуры было, а сейчас уж тем более. Поэтому вот если не знаете, значит, надо спрашивать совет какой-то у тех людей, кого вы считаете, так сказать, в вашем окружении авторитетом, разбирающихся этих вопросов, не стесняться спрашивать, искать советы, у друзей интересоваться, какие книги они читают, что им интересно, ну вот так, по крайней мере, я так делал в своей молодости, значит, всегда обменились, кто что прочел, что заинтересовало, и если человек начинает рассказывать, и ты видишь, что тебе это интересно, резонирует, значит, просили книги название, искали эту книгу, только так. Раз про книги говорили, значит, вот от Александра с Ютуба вопрос. Леонид Григорьевич, какие книги посоветуете начинающему, кто решил проснуться? Мы в Матрице, еще дополнение, второй вопрос. Первое про книги, второе, мы в Матрице. Ну это вот по второму вопросу, мы в Матрице, это шаблон. Понимаете, вот я не люблю шаблоны какие-то. Ну что значит мы в Матрице? Мы в паразитической системе, понимаете? А назовите ее Матрицей или еще как-то. А паразитическая система характеризуется тем, что совершенно другие нравственные цели и задачи стоят перед человеком. Я уже об этом говорил, так сказать, коротко, но в предыдущих беседах я говорил об этом побольше. То есть какие, ведь, видите, не ставится задача развития. Поэтому, значит, если бы ставилась такая задача, как развиваться, наверняка были бы, так сказать, какие-то книги. Вот раньше, например, при советах, когда школьник уходил на каникулы, давалось задание, что должны были прочесть какие-то книжки, которые обязательно за лето должен почитать ребенок, но какие-то еще советовались другие. Ну, вот таких книг, которые можно посоветовать, их море просто. То есть с чего начинать, я же не знаю, это надо с вами беседовать предварительно, что вы знаете, что чего, тогда можно посоветовать. А так, наобум, я не буду так говорить. Хорошо. Кристина из Ютуба реплика в эфир. Байда Евгений Трофимович, это он и Петре Первым написал? Да, по-моему, он. Идем дальше. Александр в эфир. Когда уже русы начнут править собой? Ну, каждый человек, если он рус будет править собой, это если он захочет это, чтобы он сам управлял собой, они им управляли. То есть, вот, первая стадия, это надо отойти от того, чтобы инстинкты управлялись человеком. Надо учиться управлять своими инстинктами. Ну, то же, или по-другому, то, что говорил Алексей, прекратить там пить, курить и прочее, прочее. С простых вещей надо начинать. А когда человек начнет меняться, он и начнет учиться, как собой управлять, править. Как вы написали. А мне еще так представляется, управлять может собой только хозяин, взрослый человек. Если же мировоззрение детское, то в этом случае он не может быть взрослым, не может быть взрослым человеком и тем более не может управлять собой. Так вот, детский взгляд отличается от взрослого и детский подход к жизни тем, что ребенок все время кивает на какого-то другого, на какого-то другого человека, на кого-то другого. И он говорит, вот когда же нас перестанут долбить? Вот когда же мы начнем заниматься собой? Вот когда же это? Да никогда. Начинайте с себя. Хозяин всегда начинает с себя. Он начинает выстраивать свою семью, свой быт, свое мировоззрение. Он помогает другим разобраться с этим, а не ждет, когда кто-то там проснется, когда кто-то что-то начнет делать или еще что-то. Детский подход к жизни отличается тем, что всегда на кого-то кивают. А вот тот горшок мой написал, а вот тот тапчики мои делал. Да мне плевать, кто что сделал. Почему он надел, надо разбираться. Почему я это допустил? Почему я так себя веду? Вот что самое главное. И это взрослый подход, это хозяйский подход. До тех пор, пока будем так кивать на кого-то, но так и будем жить. Да никогда тогда никто не проснется, потому что вы сами не проснулись, когда вы сами не стали хозяином, вы сами не управляете собой. Вот как-то так. Идем дальше. Евгений, комментарий. Да. А, я как раз хотел, думал, мы пропустили. Вот, Евгений, комментарий в эфире, страшнее в кавычках. Я понял, что в кавычках. И я просто, меня удивило, почему страшнее. Я, когда, чем больше и больше читал, и продолжаю читать, изучать Кривошова, то мне каждый раз не страшнее, а интереснее. Надеюсь, вам будет интереснее. Ну вот вопрос вам в эфир от Александра, хотя для меня написано вопрос, я не знаю, почему для меня, можно узнать, где будут проходить лекции в реальной жизни. Может быть, я говорю, пора уже вам как-то лекции в реальной жизни проводить? Пока не думал, честно говоря, об этом. Зря-зря, ботинка-зря, как говорил. Если актуально, надо будет подумать, наверное, потому что, когда проводишь лекции, в этом случае можно что-то нарисовать, можно показать какие-то видео, можно показать какие-то фотографии, что-то представить и пальчиком туда потыкать или указочкой намекнуть на это место. А всё-таки по эфиру это несколько сложного. Понятно. Если говорить о лекциях, то на самом деле это целенаправленное обучение, там нужно, так сказать, готовить курс, там одно должно перетекать в другое, то есть логика в этом всем. Хотя я, собственно, во всех своих этих встречах на русском, на славянском народном радио старался выстраивать логику. И вот как бы вот эта сегодняшняя передача об информационной войне, она как бы её уже, так сказать, слушать лучше, прослушивать предыдущие. Тогда многие вопросы будут гораздо понятнее. Если же вопрос ко мне, что я вот так вот лекции где-то проводить буду, я стараюсь не афишировать такие вещи по некоторым причинам. Почему? Потому что меня обычно уже приглашают на какие-то семинары или обучения для того, чтобы я там что-то рассказал, показал, дал ощутить и так далее. А сам я не занимаюсь лекциями своими обустройствами. Я не делаю бизнеса на этом и отдаю знания все, как они есть. Если за бензин заплатили, там накормили чем-то, уже хорошо, благодарю. Так что я не занимаюсь устройством лекций своих и когда они будут проводиться, я никому сказать не могу. Знаю, что иногда проводится, когда меня вызывают, приглашают в какие-то обучающие центры, но там уже программа прописана, там уже понятно, кто будет и какая лекция на какую тематику или даже не лекция, а семинар или практическое занятие будет проводиться. Поэтому, если у вас есть желание, уже были такие разговоры, пожалуйста, предлагайте свои варианты, будем рассматривать. Если я вижу, что в этом есть польза для русских людей, для славян и для державы, то в этом случае встретимся и побеседуем. Запросы у меня очень и очень такие спартанские. идем дальше. Хотя я просил больше не принимать вопросы, Ну, Да, но нет, вопрос в эфир от Владимир Азамутич. Что скушала голова человека, если из нее выходят теории рептилоидов? Рептилоиды в свое время очень сильно раскручивались, очень активно раскручивались. Ну, как-то я даже затруднился, хотел с юмором ответить, но, кстати, надо... Юмор нам жить и помогает, пожалуйста. Ну, значит, надо смотреть меню, что каждый день он кушает, если он одной тоже читает только рептилоидов и смотрит эти значит, фильмы и прочее, прочее, то есть тогда у него и в голове будет рептилоиды. Понимаете, ведь вселенная она так многообразна и значит, кроме вот этих рептилоидов есть такие формы жизни просто фантастические. Даже вот почитайте сказание о Ясном Соколе, да, там же тоже просто описано, так сказать, как славянская девушка путешествовала по другим планетам. То есть какая природа, какую природу она встречала, а соответственно и раз природа была разная, да, естественно, и были эти, и животные, так сказать, животный мир был разный, и, так сказать, развитые существа, и форма жизни разная, и как участвуют, единственное, знают, что есть кремниевая основа, и у нас, значит, белковая форма, и все. вселенная неоднородна, и вообще вселенная это просто очень-очень маленькая часть, поэтому я рекомендую почитать книгу Николая Левашова «Неоднородная вселенная» и другие его книги, «Последние обращения человечества», и вот тогда у вас, я думаю, те, кто только интересуется рептилоидами, они изменят свою точку зрения и будут интересоваться и другим. Вот так будет. Хорошо. Ну что ж, ну что ж, все вопросы чаты, из чата озвучены, ну вот есть какой-то такой маленький вопросик, может быть, стоит ли запасаться оружием в это время? Я вот что скажете? Есть вообще ответ на него? Мы мирные люди и наш бронепоезд стоит на запасном пути. Да, но чтобы он там стоял, необходимо, чтобы он где-то был приобретен или создан. Понятно. Я думаю, что мужчина настоящий должен уметь стрелять из доступного вида оружия, посещать тиры, потому что это мужское направление. Он должен владеть ножами, топорами, если есть возможность сабли или какие-то другие предметы, вот такого ручного оружия, рапиры, шпаги и так далее, то опять же это всё мужское направление, и этим надо уметь владеть. Но я буду рад, если умея этим владеть, нам не придётся это применять в жизни. Почему? Потому что если это приходится применять в жизни, то это указание на то, что человек в своей жизни сделал что-то не так, поскольку он довёл ситуацию до такого развития. то есть что-то он не доглядел, что-то он не понял, а это означает, что он не ведущий. Ведущий войны не допускает, он побеждает до войны, а лучше всего он даже не побеждает, а создаёт себе друзей. И тогда всё меняется в этом мире. Но вот надо начинать с себя. Вот я Алексей это, кстати, ещё дополню. То есть я-то как бы пытался шутиться, а вообще-то если говорить с точки зрения серьёзного, с точки зрения фракционной войны, то инфрационная война, или война на физическом уровне и на инфрационном это несопоставимые вещи. Дело в том, что всё зарождается на других уровнях. Физический уровень это только реализация минимальная каких-то процессов, которые мы наблюдаем, видим. а гибнут гораздо больше и кстати от других проблем, чем на физическом уровне. Это первое. Второе, согласен с Алексеем, мужчина должен быть мужчиной, для этого мужчины и служат в армии. Поэтому если не служили, ну конечно проблематично. Вот. То надо заниматься чтобы быть мужчиной. Не то, что стало векси. Необходимо. То есть мужчина это не только когда у вас что-то там где-то присутствует, что отсутствует у женщин. Но это когда вы себя ещё ведёте и чувствуете, ощущаете в этой жизни именно мужчиной. И про вас с гордостью женщины говорят, вот это настоящий мужчина. Ну ладно. Заканчиваем сегодняшний эфир. Напоминаю, что информационная война манипуляции сознанием это была тема сегодняшнего нашего живого эфира. И Феденко Леонид Григорьевич с нами был в течение уже трёх часов. И есть такое предложение закончить эфир чем-то хорошим и добрым, как это у нас и положено. Леонид Григорьевич, какие-то добрые слова нашим радиослушателям и зрителям Народнославянского радиора. Значит, ну я ещё раз сначала хочу поблагодарить всех слушателей, что послушали. Значит, вот до конца дотерпели. Было очень много вопросов. По вопросам видно, что уже есть постоянные слушатели. Я уже по крайней мере по фамилиям и по адресам где находятся люди вижу присутствуют. И надеюсь, что беседа прошла не бесполезно для вас. 3 часа времени не угробили, узнали что-то новое. И если это так, то мне это очень приятно и я буду рад. А если так сказать резюмировать всё и пожелание сказать, в тех вопросах, которые сегодня были заданы, видно, что есть желание у людей познавать. И вот это радостный момент. И я желаю всем радиослушателям Народного Славянского радио сохранять в себе и воспитывать вот это желание знать. потому потому что мы информационные существа и развитие мы обретаем только с помощью знания. И я желаю вам быть знающими. но кем вы уже станете ведущими и так далее и так далее это будет зависеть от вас. Вот этого и желаю хорошего всего хорошего. Благодарю благо дарю вам, Лен Григорьевич. Желаю добра всем нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube Народного Славянского радио. Как говорится, приходите ещё, задавайте интересные вопросы, пишите свои реплики, которые относятся к теме передачи и по ним мы будем уже строить новые эфиры на радио народное. Без народа быть не может. Прощаюсь. Сегодня 18 июля 2017 года вторник по одному из современных календарей. 17 день месяца получения даров природы 7525 лета день земли святой расы, кто отмечает по этому календарю праздники. Информационная война, манипуляция сознанием. Это была тема сегодняшнего нашего эфира. Автор Хозяйки Феден Калина Григорьевич. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть всего доброго. Народное Славянское радио. Все нужно, все важно. Славянское